Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем делать потолок из пластиковых панелей в коридоре. Светильники будут влезные, диодные. Итак, начнем. Вот такой потолок, обои на стены уже поклеены. Потолок просто очищен от старой побелки. Ничего на нем нет, бетонная плита. Отверстия все зашпаклеваны, чтобы не было нигде сквозняков. В первую очередь необходимо нанести на стену горизонталь по всему периметру, что мы уже сделали. Важно соблюдать уровень, потому что если вы с одного угла ошибетесь на 5 миллиметров, то в другом краю уже будет 3 сантиметра. Здесь на потолке будут светильники. Количество трех штук. Подводка от действующей проводки, на которой подсоединена лампочка. В первую очередь с помощью рулетки замеряем расстояние от одной до другой стены по самой длинной части. У меня здесь примерно 3 400 см. Должно профиль охватить. У нас четырехметровый профиль УД. В общем 3 метра 20 сантиметров. Резать нужно 5 миллиметров короче, для того чтобы два профиля состыковались без проблем. Переносим размеры на профиль. Режем профиль УД с помощью ножниц по металлу. Сначала боковые ребра, затем задние. Берем перфоратор. Сверло диаметром 6 миллиметров и длиной 45 миллиметров. И будем засверливать прямо через профиль УД в стену. Забиваем пластмассовый дюбель. И с помощью металлического дюбель-гвозля фиксируем на месте. И так продолжаем на расстоянии 60-70 метров друг от друга. Если стена у вас гипсовая, то можно вместо дюбелей воспользоваться обычными жутками по дереву, а не плотно зайдут и закрепят профиль УД. Заходит плотно шруб, значит будет держаться хорошо. Стена немножечко неровная, имеет вогнутость, поэтому профиль слегка сгибается. Но это не критично. И замеряем размеры третьей стены, 136 сантиметров. Вот профиль УД закреплен на стене. Теперь необходимо в него ввести профиль СД по всей длине, перпендикулярно пластиковым панелям, которые будут идти у нас поперёк. Профиль УД накручен. В углах перепадов нет, строго по стене. У меня будут идти два профиля СД на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Они не должны мешать светильникам, которые будут вверху обрезаться и другим коммуникациям. Здесь также сначала обрезаем боковые ребра и затем заднюю часть. После этого заводим профиль СД в профиль УД с одной и с другой стороны по длине помещения. Он должен плотно заходить, для этого будет жёстчая конструкция. После этого необходимо выставить профиль АЦД так, чтобы они не мешали креплению светильника. Для этого замеряем несущую часть светильника в месте 6 сантиметров от края до края и на это расстояние отступаем на радиус от намеченного места на потолке. Вот на потолке намеченное место крепления светильника, отступаем от него 4 сантиметра в сторону и намечаем крепеж профиля СД. Теперь замеряем расстояние от стены до профиля СД и это расстояние должно быть одинаковое по всей длине помещения. У меня здесь 38,5. Замеряем это же расстояние от угла до края с одной и с другой стороной потолка. Теперь необходимо закрепить профиля СД с помощью профиля ЕС. Для этого мы на расстоянии метр друг от друга делаем разметку, засверливаем его потолку и прикручиваем профиль СД к профилю ЕС. На профиль СД делаем отметки в местах крепления профиля ЕС. И так дальше. Делаем на потолке разметку крепежа профиля ЕС. После этого отодвигаем в сторону профиль СД и сверлим в потолке отверстие для крепления профиля ЕС. И крепим профиль ЕС к потолку. И загибаем пока один край. Теперь с помощью маленьких шурупов, саморезов, блошек и шуруповерта прикручиваем профиль УД к профилю СД по углам. С одной и с другой стороны. Я сверлю в двух точках для того, чтобы крепление профиля УД и СД было крепче. После этого загибаем усики профиля ЕС. Берем уровень и обычный карандаш. С помощью уровня находим четкую горизонталь профиля СД и делаем отметки на профиле ЕС для его крепежа. И засверливаем сбоку блошкой. Затем замеряем уровень плоскости профиля и также делаем отметку на втором усике профиля ЕС. И клепим бошкой с другой стороны. Субтитры сделал DimaTorzok В следующем этапе проводим проводку от этого светильника до трех других, которые будут на потолке. Для крепления провода к потолку можно сделать небольшие крепежи с помощью пластиковой баклажки, если у вас нет стандартных магазинов. С помощью ножа острого режем полоски длиной примерно 5 сантиметров и шириной сантиметра полтора. Вот такой должен получиться симпатичный крепежик. И засверливаем на потолке крепеж для проводов. Вот крепеж закреплен. После этого необходимо закрепить стартовый пластиковый профиль на профиль УД. И отрезаем теми же ножницами по металлу. Сначала передний бунчик, задний. Загибаем и перерезаем. И прикручиваем его к профилю бложками с шагом 30 сантиметров. Нажимаем вплотную к стене, чтобы не было щели между пластиком и стеной. Вот пластиковый стартовый профиль прикручен. И можно приступить к монтажу пластиковых панелей. Здесь у меня 139 сантиметров. Делаем 138,5. Теперь заводим первую полосу в профиль с пластика. Он должен быть плотненько, без щелей. И всевозможных зазоров. Ну вот, первая полоса заправлена в стартовый пластиковый профиль. Теперь с помощью угольника необходимо проверить строгую перпендикулярность несущих профилей. И пластика, чтобы не было загибов влево или вправо. Здесь четко. И то же самое проверить по стене, чтобы не было перекосов. Все нормально, можно прикручивать. Прикручиваем бложками аккуратно, стараясь не портить пластик. На каждом профиле по одной бложке. И так продолжаем дальше. Теперь наступил момент обстановки светильников. Для того, чтобы сделать правильный кружок, берем подходящую посуду или стаканчик. С таким диаметром у меня 6 сантиметров. И начинаем обводить. Отмеряем расстояние от одной и другой стены в центр. И от нее уже делаем окружность. Теперь берем острый строительный нож или электролобзик. И прорезаем отверстие. Круг получается не очень слонными краями. Но его видно не будет, потому что светильник большой. И закроет эти неровные края. Теперь достаем провод из-под потолка. И подключаем светильник. Вот таким образом. Мы уже установили два светильника. И остался третий. Освещение очень яркое, хорошее. Диодные светильники сняли, правда, индикатор напряжения на выключателе. Потому что светильники горели маленьким током, маленьким светом. Ну вот наступил момент установки последней полосы. Это в этом деле самое тяжелое мероприятие. Потому что нужно четко подогнать размер. Не прогадать ни больше, ни меньше. И чтобы оно все вошло. Я вырезал строго по профилю стены. Здесь у меня получается с одной стороны 24,5 см. А с другой 25 см. Перепад 4 см. Ширина выпирается примерно на половину стартового профиля панели. Для того, чтобы оно вышло и при этом не осталось здесь щели. Затем замок закроется. Когда мы задвинем всю панель в стартовый профиль. Начинаем с угла и потихонечку продвигаемся вправо. Здесь затем в самом конце нужно будет тоже его задвинуть за профиль. Для удобства монтажа можно воспользоваться широким шпателем обычным. И будет намного проще работать. Для того, чтобы задвинуть последнюю полосу на пластике, вам понадобится моющее средство и резиновые перчатки. Потому что очень часто замки жесткие, поэтому рукой забить не получается. Она скользит по пластику. Итак, начнем. Берем небольшую кисточку и с помощью моющего средства промазываем шов. И после этого можно пробовать закрыть замок. Короткими ударами стараемся закрыть замок. Вот, пластик встал на место. Теперь вытираем моющее средство и работа будет закончена. По периметру щелей нет. Три светильника. Установлено будет очень светло и хорошо. Почти как оттяжной потолок. Вы посмотрели видео о том, как своими руками сделать потолок из пластиковой панели в коридоре многоквартирного дома. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok